Вот так центральный стадион края встречает любителей футбола. В помощь идут заранее заготовленные печатные здания. Без них прощай гардероб. В числе зрителей инкогнито в этот вечер оказался министр спорта региона. Алексей Перфильев удивился состоянию стадиона и отправился, нет, не домой, а в машину за палаткой. В результате брезента хватило едва ли не на весь ряд. Очень важно, чтобы у наших молодых футболистов и юных был стимул для того, чтобы расти. Ну, наверное, какие-то нотки патриотизма для того, чтобы играть за свою команду мастеров. Ну, наверное, надо и создавать условия, и стадион должен быть как минимум ухоженный. Пусть он и бедненький, но чистенький должен быть. Это не так сложно сделать. Неготовы к матчу оказались и сами футболисты «Динамо». Возможно, сыграл свое быстро пропущенный гол, возможно, отсутствие сразу двух ключевых футболистов. Вдобавок к этому Александр Суровцев избрал, как он позже признается, неверную тактику на игру. На этот раз барнаульцы решили сыграть в атакующий футбол. Не вышло, не получилось. То есть, не могу понять, почему, то ли перегорели, то ли что. Ну, не знаю, честно, как бы, честно. Если честно, как бы, ну, ну, мне стыдно, да, за эту игру, как бы, откровенно. Ну, на выезде команда не выглядела так, как бы, я даже не думал сам, что до такой степени будет все. Туда же, в раздел «Неготово» представители команд единогласно включили сам газон центральной арены. Все 90 минут мяч, что и дело, уверенно, прыгал по кочкам и застревал на перепадах. Отсюда низкое качество самого футбола. Как в шутку скажут болельщики, впору разве что картошку высаживать. Таким состоянием покрытия оказались недовольны и сами гости. В поле, в таком состоянии, да, я даже не припомню, одно из лучших полей всегда было. Вот что-то произошло и очень, особенно в центре, очень много неровностей, очень сложно играть. Сложно, но можно, как и показал сам Иртыш. На четыре пропущенных гола хозяева не смогли ответить ни одним забитым. Могла быть и вовсе Аргентина-Ямайка, но в планы Богдана Корюкина это явно не входило. Первыми к выходу потянулись стройными рядами юные воспитанники все той же школы «Динамо». Поход на матч для них скорее в обязательном порядке. Нужно, говорят, поставить отметку, что ты здесь был. 15 мая вновь домашняя встреча. На этот раз в Барнаул приедет лидер чемпионата Сахалин. Министр спорта края обещает такие посещения в качестве болельщика сделать регулярными. Заодно держит на готове все ту же палатку. Мало ли, вдруг опять пригодится. Кирилл Политов, Николай Шилко. День с толком. Продолжение следует.